За святую Русь помолюсь Итак, значит, мы с вами с персика срезали веточку, практически спящий, еще не поздно, почки набухают, но еще не поздно. И мы должны отдавать себе отчет, что на всей планете не существует ни одного моростойкого персика. Все они должны загибаться на большей части России, поэтому если их прививать, это редкий случай, персик надо прививать, делать межвидовую прививку, в данном случае на манджурский абрикос. Вот он, заранее был выращен для этого. Вот, и сейчас мы будем прививать. Значит, вот это вот, такие ветки не годятся на прививку, они неполноценные. Так, метод, учитывая толщину, вот эту самую, как палец указательная толщина, мы должны уже прививать не копулировкой, не лучной копулировкой. Это два любимых способа, когда она в два раза тоньше. Вы скажете, а почему тут не прививаешь? Все полноценные прививки только у самой земли. Я теорию сейчас читать не буду, поверьте на слово, вы находитесь в лучшем саду в России. Так, как сложилось, бывает. По качеству плодов, естественно. Включая неукрывные персики, в том числе. И так, значит, как можно ниже, но так, чтобы была хотя бы чуть-чуть люфт, чтобы можно было работать. Вот, посмотрел внимательно. Нет, еще ниже. Вот, теперь мы должны... У меня сломался секат, мой любимый, с редуктором. Теперь приходится вот так вот мучиться. Но, тем не менее, зачистили. Расщепляем пополам. И делаем две прививки. Напоминаю, самая ценная часть вот эта, и еще вот эта. Остальное выбраться. Если уж совсем жалко, еще вот эта. Ну, а так как у меня проблем нет с этим, с веточками, значит, делаются двумя движениями ножа всего два. И один поправочный. Все, делается вот такой вот, так называемый клин. Вот, теперь отрезается секатор плохо, поэтому вот эти две почки. Вот эта вода слегка подсахаренная. Есть возможность дождевой водой или речной. Это лучше, чем колодезная. Так, намочили, еще раз показываю. Намочили и вставили, смотрите. Причем, очень длинный. Длин где-то 6 к 1 в отношении диаметра. И если потом вы приглядитесь, он идеально сюда вписался. И второй черенок. И что интересно, да? Страшная зима, посмотрите. Следов подмерзания нет. Вот. Все, это я выбрасываю. Хотя, для кого-то это было бы кочунство. Настолько ценные эти вещи, которые никто не культивирует в России. Считается невозможным. Я имею ввиду холодной, холодной части России. Так, теперь. Ленточка полихлорвиниловая. Вот она. Когда-то было многое, продавалось рулонами. Сейчас исчезла с продажи. Мы теперь сами не знаем, где дальше доставать. Вот. Очень-очень туго. На грани порыва ленточки. Ленточка очень упругая. Вот. И, наконец, мы даже замазываем. Но так тщательно. Огромную ошибку совершают те. Причем я видел ролики и на полном серьезе показывают, рассказывают. Особенно убил у меня белорусский садовод. Вот 100 тысяч просмотров. Прививка по методике железа. И страшная ошибка. Ссылается на меня. Так. И не замотав. Вот так замазывают эти места. Естественно, там все сгнивает. И показывают осень. Не вот такие саженцы, как у меня там до двух метров. А очень слабенькие саженцы. И зачем он вылез, только непонятно. Чтобы дискредитировать это все. Вот моя методика. Самое главное, напоминаю, нижняя часть ветки привоя. И нижняя часть дикаря или полукультурного вот этого. Так. Теперь вы видите, что он привит. Сюда я вешаю бирку. Но сейчас не будем вешать. Время терять. Хотите, приезжайте осенью, посмотрим. А следующей осенью, уже 2020 года, я вас угощу плодами с него. Вероятность 90%.